Итак, соответственно, всем привет. Я покажу, как работает драйвер FolderLock. FolderLock это такой вот, в общем-то, драйвера файловой системы для Windows, который мониторит все различные операции доступа к данным. Разными интересными образами, соответственно, есть набор всяких перехватчиков, фильтров, есть внешний API для пользовательских приложений, что как можно делать. Вот есть подсистема кэширования двух уровней, которая позволяет максимально, ну, быстро, насколько это возможно, перехватить, предоставить доступ к той или иной операции файловой системы. Ну, в общем, про это я могу рассказать отдельно, если это будет интересно. То есть проект я писал один сам, он как бы для одного человека, мне кажется, вполне себе объемный такой, там, не знаю, и кода хватает, и всего как-то так прилично. Но, вот, поэтому штука интересная, о ней можно говорить предметно, много. Вот, но я теперь покажу просто, как это работает, потому что говорить можно много, но нужно увидеть, как это все реализовано. А реализовано на следующем образом. У нас есть некоторый сервис в одном из продуктов. Вот, и, соответственно, такая вот история, как это все устроено. Сейчас покажу. Есть у меня один продуктик, TataGuard. Я его запускаю. Так, вот у нас сервис работает. Я ввожу некоторый пароль для входа в свою систему. Вот, сервис все логирует, все прекрасно работает. Пожалуйста, смотрите, юзайте, используйте. Как бы, все вам возможно, все доступно, пользуйтесь. Что хочу сказать, вот, в бесплатной версии, как это все выглядит. Что мы можем сделать? Мы можем взять какой-то объект файловой системы, скрыть, закрыть, удалить, там, что угодно с ним сделать, да. Вот, защитить, иными словами. Драйвер этот, он, в общем-то, в реал-тайме пишет всякую информацию. Вот, я могу его, фолдер-лог мой, смотреть, что он куда написал, сообщил, какая подсистема это написала, да. То есть, можно эти логи через определенные команды, ну, значит, делать так, чтобы у нас в лог сыплась по чуть-чуть, сыплась одна подсистема, вторая там, да. Вот, ну, разбивать это все можно. На более такой информативный момент, не сразу все с копом, да. Ну, ладно, это как бы такая внутренняя история. Теперь, что я могу сделать? Ну, к примеру, смотрите, у меня есть некоторый файлик. У меня есть, что у меня есть? У меня есть какой-нибудь здесь файлик. Какой это файл? Ну, вот, допустим, папка 1, 2, 3. Там есть файл 1. Что я могу с этим совсем делать? Вот, я могу взять папку целую, целую папочку, 1, 2, 3, добавить в фолдер-лог. Что получится? После того, как я добавлю, я не смогу в нее попасть. Извините, в доступе отказано. И вы можете смотреть информацию о папке, да, и вы ничего не узнаете. Вы не узнаете ни размер файла, ни безопасность. То есть, это прям настройка-настройка, которая уже такая над операционной системой. Вот. Но в то же время я могу сделать unlock и иметь доступ вообще как бы беспроблемно к этой папочке, ко всей. Вот. Что я хочу сказать с этим совсем делом? А я могу сказать такую вещь, что можно сделать более интересный момент с папкой. И вот многие пользователи любят, они любят просто скрывать. Оп. И папки нет, да? Ты видишь, ежика. Его нет, а на самом деле он есть. Мы когда вбиваем вот точный путь, когда мы его знаем, да? Ну, кастомные пользователи, которые покупают продукты для себя, они какие-то личные, персональные данные, хранят от членов семьи, знакомых, по работе, да? То есть, кому-то удобно знать название папки по абсолютному пути пройти и все это увидеть. Значит, что из интересного я могу сказать и показать. Можно сделать lock and hide. Lock and hide это вообще, то есть, когда у вас полная закрытость всего, вы нажимаете, вам ее и не видно эту папку, и не видно, и не слышно, как бы, да, а она есть. Вот она, пожалуйста, вот она есть. Здесь мы можем создать еще одну папку, subfolder, некоторые, да? В ней создать еще некоторый док, ну, просто, как бы, для информации, да? Написать какую-то инфу, вот, сохранить, выйти, вот. То есть, мы можем делать такую вещь, как... Ну, окей, давайте один файл именно добавим, заблокируем. Вот файлик. Я его залочил. Вот он только что открывался, а уже он не открывается. То есть, это как пример, что и файлы, и все-все-все-все работает. Ну, смотрите, какой интересный момент получается. Драйвер работает очень интересным образом. В чем его фишка-то? В чем уникальность? То есть, просто он представляет всю файловую систему, как дерево. Да, это такой хороший, крутой трюк, я считаю. Это полностью моя идея. Вот. И как ленивый человек, я не захотел мониторить... Это очень сложно, мониторить пути. Ну, то есть, обычные системы безопасности, которые мониторят какие-то объекты в системе, они иногда позволяют такую вещь, как, ну, допустим, new name. Мы переименовали имя. Открываем эту папочку, где этот файл лежит. Да. И, как бы, открываем его, и видим, ну, как бы, его содержимое. Да. Вот. Но на самом деле, в моем подходе это не работает. То есть, вот эта вот вся длинная иерархия, она может быть длинная, да? Не только 1, 2, 3, а new name, т.т.т.т.т. Она меняется. Ну, то есть, в приватной, в публичной, бесплатной версии, как бы, не отслеживается то, что у нас поменялось, видите, как расхождение. Саб, саб и new name, да? То есть, вот здесь мы не отловили этот момент, чтобы было переименование. И ничего страшного, потому что система устроена более интересным и хитрым образом, и это, на самом деле, не парит. Имена здесь роли какой-то важной не имеют настолько уж, как в других системах безопасности. Поэтому, в принципе, можно сделать всякие разные штучки и, соответственно, играться, как угодно хранить эти данные. В общем-то, в таком вот безопасном месте придумать некоторые локбоксы. Это одна из таких вот возможностей этого драйвера folder lock. Он достаточно, как бы, функциональный, гибкий. Делать с ним можно всякое разное. Вот у кого, какое на что желание есть. Вот. Поэтому вот был такой пример, как это сделано в folder lock. Такая вот история. Поэтому, собственно, это самая базовая вещь с политиками доступа. Можно делать политики доступа для конкретных пользователей. Это уже для корпоративных решений, чего я, собственно, не делал еще. Таких клиентов не было. Но можно делать для некоторых пользователей свои политики, политики над политиками и так далее, и так далее, и так далее. То есть можно всяких настроек много придумывать. Поэтому тут уже вопрос, кому что хочется и кому что нравится. Здесь вот вся информация пишется, что мы делали, куда мы заходили, кого мы скрывали, от кого мы защищали. Какие реквесты мы игнорировали, для каких и от каких процессов. Все работает, как бы никакого, так сказать, обмана. Вот, пожалуйста, в реал-тайме все идет. Поэтому все. Я заканчиваю свою вещательную деятельность. Вот, возвращаю все в исходное положение. Поэтому спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...